В ходе таких проверок не просто устанавливаются факты нарушений, а даются рекомендации по их исправлению. В случаях же, когда возбуждаются уголовные дела, ущерб также должен быть возмещен. Ивановская прокуратура в конце июня возбудила два уголовных дела в отношении восьми должностных лиц двух сельхозпредприятий района. Фигуранты уголовных дел совершили умышленные действия по сокрытию падежа крупного рогатого скота. Всего 128 голов. Способ хищения заключался в фиктивной реализации, якобы реализации скота на мясоперерабатывающие предприятия. Хотя фактически на мясоперерабатывающие предприятия, соответственно, не поставлялся. Предварительная сумма ущерба, причиненная в результате этих умышленных действий, чуть более 23 тысяч белорусских рублей. Стоит отметить, что хозяйство, попавшее на особый контроль прокуратуры, имеет возможность стабилизировать ситуацию. Так произошло и на молочно-товарной ферме «Бродница» открытого акционерного общества «Заря Агра». Благодаря совместным действиям исполнительной власти, прокуратуры и руководства хозяйства, падеж скота сократился. На ферме подобрали необходимые кадры, провели модернизацию. Построили своими силами, способом реконструкцию цеха для сухостойных коров и один профилакторий. В феврале текущего года была произведена модернизация доильного оборудования. Установили доильную машину нашего производства «Гомеля Гаркомплект 2х16» с компьютерной программой. Те мероприятия, которые были приняты в полном объеме, соответствуют для того, чтобы сохранность была в пределах 98%. По производству молока «Делец» руководитель за последний год добавили 102%, а у дой на корову – 30 кг. За сутки на ферме реализуют порядка 6 тонн молока, по хозяйству – 17-18. Сегодня на ферме более чем 550 дойных коров, а всего более тысячи голов. Для самых маленьких есть профилакторий на 120 телят, где содержатся малыши до двух месяцев. Этому малышу менее двух недель. Для того, чтобы теленок развивался нормально и гармонично, для него должны быть созданы специальные условия. Для этого хозяйством еще в прошлом году было закуплено почти 200 индивидуальных домиков. Ну а ежедневный рацион такого малыша составляет около 6 литров молока в день, а также 250 граммов комбикорма. Главный ветеринарный врач района подчеркивает, в рамках мероприятий по сокращению падежа скота особое внимание уделяется профилактике заболеваний и соблюдению условий содержания. По данному хозяйству, отмечает Владимир Балюк, заметна положительная динамика. Рекомендации по содержанию животных выполняются. Ситуация по району в целом в пределах нормы. Если ссылаться сегодня на постановление Совета Министров 63 о нормах технологических потерь, то мы сегодня в районе не имеем таких хозяйств, которые превышают эти нормы. А это у нас составляет по району 0,64%, если в целом норма 1,7%. Мы сегодня ниже идем как среднереспубликанского, так и среднеобластного уровня. Надзорные мероприятия, направленные на предотвращение падежа крупного рогатого скота, прокуратура проводит по всей области. За первое полугодие, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сохраняется положительная тенденция в сфере обеспечения сохранности поголовья. Произошло снижение падежа на 2,4%. По результатам проверок, в целях устранения выявляемых нарушений, в текущем году прокурорами внесено более 270 актов прокурорского надзора. По требованию прокуроров, виновными лицами за причиненный ущерб от падежа крупного рогатого скота, возмещен ущерб на сумму более 80 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности по требованию прокуроров привлечено более 500 работников и должностных лиц сельскохозяйственных организаций. К сожалению, замечают в прокуратуре области пока еще окончательно не изжиты факты сокрытия падежа скота, что в текущем году явилось основанием для возбуждения 23 уголовных дел, в том числе 17 возбуждено прокурорами. Рейдовые и мониторинговые мероприятия в хозяйствах региона будут продолжены.